Владимир Высоцкий Во время бухарских гастролей мой отец умер. И это было ровно за год до смерти. Владимир Высоцкий уже предчувствовал уход, как будто весь год прощался. Тяжелый год был. Конечно, никто не думал, что это вдруг так оборвется или сломается. Я вам скажу больше. Он умер вовремя. В 41 год у него было, казалось бы, все. Любовь многомиллионной страны. Звездные, блестящие роли в кино и на театральной сцене. Бесконечные гастроли по стране и за границей. Друзья, готовые всегда прийти на помощь. Любовь – одно из самых красивых женщин мира. Не хватало одного – времени. Высоцкий чувствовал, что финал близок. И именно это предчувствие определило сценарий последнего года его жизни. Это уникальные кадры. 30-летние Владимир Высоцкий и Марина Влади. Пока еще жених и невеста. Влюбленные и счастливые. Ему все завидовали. Брак советского поэта и звезды мирового кинематографа станет ярким эпизодом красивой сказки. Сказки о небожителе. Спасибо. Спасибо вам большое. По популярности в Советском Союзе Высоцкий мурирует разве что Гагарин. Билет на концерт Высоцкого или на спектакль с его участием в театре на Таганке можно было достать только через хороших знакомых. Иногда бывают такие случаи, что ты приезжаешь в другой город на какой-то концерт и случайно забываешь текст песни, которую написал неделю назад. А из зала тебе хором подсказывают текст. И не возникало сомнений. Все это только начало. Впереди долгая и счастливая жизнь. Тем невероятнее и чудовищней казалась мысль о том, что времени ему отпущено уже совсем немного. Это его беда была. Это его болезнь была. Он не был алкоголиком в нашем понимании. У него совсем другая зависимость. Когда его вводили из запоев, вывезти его можно было с помощью наркотиков. Врачи, в общем-то, и посадили его на это дело. В Советском Союзе о наркотиках почти ничего не знали. Говорить и даже думать об этом боялись. Высоцкий тоже молчал о своей зависимости. Об этом знали лишь самые близкие его друзья. То, что произойдет с ним в Бухаре ровно за год до смерти, день в день 25 июля 79 года, станет для него сигналом. Обратный отсчет запущен, и его уже не остановить. Когда умер он в 80-м году, в квартире на Грузинской, вот отмечали 9 дней, я сидел с отцовским товарищем, с Севой Абдуловым. И он мне вот эту историю рассказал. Рассказал про Бухару. В Узбекистане было запланировано несколько выступлений в разных городах. И в каждом его с нетерпением ждали тысячи зрителей. Концерт Высоцкого в Бухаре должен был состояться 25 июля 1979 года. Близкие были категорически против поездки в Узбекистан. Высоцкий чувствовал себя неважно. Но концерты запланированы, зрители ждут. Высоцкий успокоил всех. Сказал, что вместе с ним поедет доктор. В результате в Узбекистан отправились четвером. Высоцкий, врач Анатолий Федотов и друзья Всеволод Абдулов и Валерий Янклович. Его вот импресарио Валера Янклович, в общем, человек я его очень уважаю. И он много с отцом пережил. И я видел их вместе в очень тяжелых ситуациях. Он делал то, что отцу было необходимо. Отцу был нужен человек, который бы это делал. Который бы рисковал, который бы быстро принимал решения. Мне Володя оставил письмо. Здесь написано. Любимый мой друг Валерка, если бы тебя не было на этой земле, нечего бы и мне на ней горло драть. Вдруг влечу сегодня, посему, целую. А уж про преданность и говорить не стоит. Будь счастлив, Высоцкий. Валерию Янкловичу суждено будет стать свидетелем смерти Высоцкого дважды. В ночь на 25 июля 80-го года в квартире на Малой Грузинской и ровно за год до этого в гостинице «Интурист» в Бухаре. В тот день встречал его. Мы ждали его долго, допоздна. Мы проводили его в номер. Сейчас можем зайти, посмотреть. Пожалуйста, этот номер люкс. Вот в этом номере Владимир Семенович ночевал два дня. Значит, ночью приехал. На следующий день целый день номера был, так как он в плохом состоянии был. Езжал к номеру. Жара. Плюс 40 в тени. В первый день пребывания в Бухаре, 24 июля, Высоцкий не выходил из своего гостиничного номера. Ему было плохо. На следующее утро друзья обнаружили, что его в гостинице нет. Он отправился искать то, что помогло бы, как ему казалось, почувствовать себя лучше. Представьте, я простой житель Бухары, выходя на улицу, встречаю Владимира Высоцкого. Это было просто невероятно. Но это было так. И прямо вот в этом месте я поздоровался с ним и сказал, что я его поклонник. И что я его приглашаю к себе домой на плов. Вот это место, где сидел Владимир Семенович. Он был очень уставший. И мне он сказал, что ему очень приятно здесь сидеть, потому что здесь очень уютно. Я ему стал рассказывать о том, что в этом нашем городе, в Бухаре, в свое время побывал Сергей Есенин. Этот город у нас очень знаменит, в Бухаре никогда не забудьте. Остается на всю жизнь в памяти. Я ему предложил, может, выпьем по полтинечку? Он говорит, ни в коем случае. Говорит, ничего. Мне нельзя пить сейчас абсолютно. Выпивать врачи запретили Высоцкому категорически. Он и сам понимал, у него проблемы совсем другого порядка. И начались первые. Очень сложные моменты, когда он вдруг начинает попадать в капкан наркотиков. Вот вся эта идиллия о том, что мне только две штучки, я из этого выскочу, и что мне это помогает, начинает не работать. Особенно это произошло после того случая в Бухаре. В этом старом Бухарском доме Высоцкий не задержался. Он попросил хозяина показать ему дорогу на городской рынок, надеясь, что на восточном базаре можно найти то, что ему необходимо. Я его проводил до улицы, где я его встретил, и показал ему дорогу, куда надо идти. И мы на этом расстались. Потом же он рассказал нам, он пошел на базар, у него ничего нет, он все скалован. Он пошел на базар, искать базары, знаете, такие закрытыми, базары там в Бухарске. Все ждали. Вот он должен был выступить вот в этом дворце, в шикарном дворце. Но люди его ждали до конца. Все дни, пока он был в Бухаре, и хотели его видеть. Я ребят собрал, вместе с ним пошел его искать и нашел его. Я говорю, а что вы здесь? Я говорю, вот смотрю, мне хочется смотреть, вот я хочу Бухару посмотреть. И вот такая у него самая сила, такая воля, вот знаешь, вот он хочет смотреть, и все, я понял, что его говорить невозможно. И он единственное сказал, куда? Туда, сюда. И вот мы отсюда начали как бы малые экскурсии. Он хотел увидеть этот город, чтобы запомнить его на всю жизнь, будто чувствовал, насколько важно окажется то, что ему предстоит здесь пережить. когда он уходил, и говорит, выступление будет, он мне сказал, не будет. Но все равно его присутствие здесь, это говорит, что мух еще нас любит, что такого человека нам послал в город. И когда я шел, это было где-то около пяти, из гостиницы вхожу, у меня на встречу идет Высоцкий. Я вижу, что он так не очень адекватен. Я говорю, ты откуда? Я посмотрел, я с базара. Он не нашел то, чего искал. Друзья помогли Высоцкому подняться в номер. И буквально через несколько минут врач Анатолий Федотов обнаружит Высоцкого лежащим на полу без сознания. Толя мне говорит, ты знаешь, Володя был в коме. Он не реагирует никак. Никто там не был. Толя пришел, как-то его привел в себя. Был этот укол в сердце, не был. Короче, он его вывел из этого состояния. В этот момент у него была клиническая смерть. Это было ровно 25 июля 79-го года. То есть ровно за год. В тяжелом состоянии Высоцкий был доставлен в реанимацию городской больницы. Врачам еще предстояла борьба за его жизнь. По рации передавали, что везут самого Высоцкого с остросердечной недостаточностью. Произошла вторая остановка сердца у него. Давление у него не прощупывалось. Стали ему делать укол. Внутрисердечный прямой укол. Удалось восстановить сердечную деятельность. У него заработало сердце. В течение, наверное, 15-20 минут его, в общем, реанимировали. Наталья Шам в 79-м году была студенткой медучилища и проходила практику в Бухарской городской больнице. Диагноз она поставить не могла. Зато слышала, о чем в полголоса переговариваются врачи. Наверное, употреблял какие-то допинги. Скорее всего. Какие-то допинги. Ну, может быть, алкоголь, может, что-то, чтобы как-то поднять свой тонус, чтобы дать какие-то концерты. О концерте в Бухаре уже не могло быть и речи. Но и под капельницей в реанимации Высоцкий то и дело порывался встать. Он не понимал сложность обстановки своего состояния здоровья. Он не понимал. И он говорил, что я вечером я успею еще встать и все спрашивал сколько времени. Который час, который час. И это для него явилось не сигналом, что надо немедленно лечиться, а что надо как можно больше успеть сделать. Что он остался жив, потому что ему дали еще время. Но если человек пишет в одном из последних стихотворений «Жизнь алфавит, я где-то уже в ХЦЧЩе, уйду я в это лето в малиновом плаще, попридержусь рукою я, в конце за букву «Я», еще побеспокою я, сжимаю руку я». То есть это говорит человек, то есть он предсказывает просто время своей смерти. от Высоцкого нельзя ни прибавить, ни убавить ничего, в смысле его величия как поэта, как творческой личности 20 века, особенно для России, в связи с тем, что у него было некое заболевание. Это страшная штука в аркологии. Человек уровня гениальности Высоцкого всегда будет потрясающей личностью и человеком. Но если он при этом колется, это не умаляет его человеческие качества. Это болезнь. Это болезнь. Он был живой человек, он не был самоубийцей, что он загнал себя специально, чтобы умереть. Я слышал такое, это неправда. Он хотел жить, он ждал завтрашнего дня. Жить помогала работа. И Марина. Она старалась быть рядом хотя бы по телефону. В тот страшный день она будто кто, почувствовав беду, дозвонилась в далекую Бухару. Эта история, продолжавшаяся 12 лет, такая простая и такая сложная. Она в Париже, он в Москве. Вся их семейная жизнь, череда встреч и расставаний. У каждого на родине работа, дети от прежних браков. Понятные, но непреодолимые обстоятельства, не всегда позволявшие Марине оберегать любимого человека от срывов. Он звонил обычно после 12 часов. Это где-то пол первого ночи, да, да, да. Он не всегда был трезвый. Но это я вам скажу точно. И я ему задаглала, Володь, тебе поможет отдохнуть? Она когда ответит, я тебе позвоню. Он действительно внутренне был человек глубоко одинокий. Какое могла она оказать влияние, если они по 3-4 месяца, иногда и по полгода не виделись. Ну, как она могла на него по телефону повлиять? Телефонная жизнь у них и была. Это действительно так. Казалось бы, чужой человек, начальник смены на телефонной станции, чья повседневная работа вошла в историю Ольга Лучко и ее коллеги, соединяли абонентов вручную, проводом, москвича Владимира Высоцкого и парижанку Марину Влани. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома. 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Телефонистки, естественно, когда к ним попадали заказы Высоцкого к Владе, я думаю, что повышенный интерес какой-то существовал. Они подключались, они опрашивали Марину Владе, готовили Высоцкого, включали и обязаны были в течение двух-трех минут контролировать разговор. Вот это его знаменитая фраза, когда он до нее дозвонивался, здравствуй, это я. А вот уже ответили, ну, здравствуй, это я. Она не хочет говорить, она отказывается, вот он звонит, она отказывается, она говорит, что я не хочу с ним разговаривать. Но телефонистка мне говорит, слушай, она отказывается, что делать, Ольга Павловна, что делать? Я тогда подхожу и набираю ее номер и говорю, Марина, он всю ночь не спит, он устал, он измучился. надо ему ответить. Он ее любил, это факт. Он ее любил. Она много делала для него. Она действительно пыталась его и лечить, пыталась как-то его вытащить из этой ситуации. Лишь после его смерти Марина узнает еще и о том, что в последний год жизни рядом с Высоцким была Оксана. Она тоже была тогда в Бухаре, ее срочно вызвали из Москвы. Оксана должна была привезти несколько ампул с наркотиками, хранившегося в укромном месте в московской квартире Высоцкого. И говорит, ей надо позвонить Ксюхе, а Ксюша осталась в доме. Уехали, она дома. Он говорит, я ей сейчас позвоню, чтобы она мне привезла. Она прилетает в Ташкент. Она с наркотикой проходит в самолет и она привозит ему. Но поздно. Гастроли безнадежно сорваны. Высоцкого срочно эвакуируют в Москву. Оксана будет рядом с ним в день его смерти в доме на Малой Грузинской в 80-м. Как и годом раньше в Бухаре. Мы можем бесконечно гадать и додумывать, что это были за отношения. Позже Марина Влади в книге воспоминаний осторожно назовет их попытками ее любимого человека отчаянно уцепиться за жизнь. Впрочем, достоверно известно, за два месяца до смерти Высоцкий напишет Марине письмо, в котором будут такие слова «12 лет тобой и Господом храним». В ноябре 79-го на советском телевидении состоялась премьера фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Капитан Жеглов легендарная роль, ставшая культовой и разлетевшаяся в цитатах по всей стране. Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Утверждение Высоцкого на роль Жеглова проходило непросто и потребовало от режиссера Станислава Говорухина определенной решительности. Госстелеради выгод сказал «Не бери Высоцкого». Он сказал «Почему?» Они сказали «Он тебе все испортит». Вот он говорит «Напьется и сорвет тебе все съемки». А у нас заказ. Ты выполняешь наш заказ. Ты сорвешь съемки, значит убытки будут с тебя. Не бери его». Он сказал «Я гарантирую вам, что я буду следить за ним. Ничего этого не произойдет». Станислав Говорухин взял всю ответственность на себя и нес ее до конца. Хотя в ходе съемок то и дело возникали конфликты. И главный из-за песен. Говорухин не хотел, чтобы Высоцкий в фильме пел. До этого фильма он пишет «Я родом из детства». То есть была до детства. И Говорухин принципиально не вставляет в этот фильм. Объясняет ему, что ему вот не нужен Высоцкий там, а ему там нужен Жеглов. И Володя пару раз хотел учиться. Да снимает это. И прекращает все общения с Говорухином. Только перед самой смертью, может быть, за неделю до смерти, я их мирю как бы. Парня в горы тяни, рискни, кто глубокий, руки шире, не спеши, три-четыре. Я поля влюбленный по стилю. Но почему апаригены съели кука, за что неясно молчить наука? Я все время чередую серьезные песни с шуточными, чтобы вы не очень устали, но и чтобы не дать вам сильно отдохнуть. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Легкая, блестящая и точная актерская игра, которая оставляла за кадром настоящую жизнь с ее жестким сценарием. Партнеры Высоцкого по съемкам были свидетелями того, каким разным был актер на съемочной площадке и вне ее. Вот когда я нашел его в павильоне, то я был поражен тем, что я увидел. Во-первых, я увидел очень такого человека, находящего, но как бы не в себе, что ли, такого вот и очень сильно уставшего, потому что перелет, он снимается здесь, потом летит на Таганку на спектакль, потом обратно летит сюда, и он каждый день вот так вот он мотался. Это была постоянная борьба с самим собой. Конечно, тогда мало кто понимал и знал настоящую причину плохого самочувствия Высоцкого. Всем казалось, что дело лишь в очень плотном рабочем графике. А потом при очередной встрече, когда я все расспросив узнал, то я в общем-то сказал ему, что стоило бы вообще этим заняться всерьез, и можно было бы как-то избавиться от этих вредных, пагубных привычек. У нас любит вся страна. Разве так можно безрассудно относиться к себе, к своему здоровью? Он посмотрел на меня и сказал, что уже поздно, сказал он. Это было уже начало, по-моему, 80-го года. Он понимал, надо дорожить каждым днем. Сразу по окончании съемок места встречи Высоцкий принимает предложение сыграть роль Дона Гуана в фильме «Маленькие трагедии» по произведениям Пушкина. У нас был совершенно потрясающий режиссер Михаил Абрамович Швейцар, который четко знал, кого он будет снимать. Он знал, что Дона Анна должна быть белохвостик. А Дон Гуан Высоцкий, которого тогда никуда не утверждали. И это было катастрофой, конечно. И много месяцев утверждал Володя. То есть пробивал. На съемки Высоцкий неизменно приезжал на своем легендарном «Мерседесе», который был знаком каждому гаишнику Москвы. Очень лихо он вел себя в машине. Его все любили. Ему все улыбались в посты гаи. Машину его знали в то время. И вообще, мне кажется, он очень любил машину. Он не отдыхал. То есть он был такой все время в пути. Все время в пути и на скорости. Он будто пытался успеть все. Утром 1 января 1980-го, после шумной встречи Нового года, именно скорость станет причиной расставания с ближайшим другом Всеволодом Абдуловым. На даче за городом собрались близкие друзья Высоцкого и Марина. И вдруг Володя ко мне походит и говорит, скажи Марине, что тебе надо в город, что я тебя должен отвезти. Я говорю, зачем, Володя? Он говорит, ну я не могу, мне надо, у меня там дома есть, я должен пойти в колодцы. Я говорю, Марина, знаешь что, мне надо домой ехать. Володя говорит, я их отвезу до трассы только отвезу и вернусь. Мы садимся в машину и едем. Авария в 80-м году новогодняя такая возле Первой Градской вот здесь. Погода была совершенно отвратительная, был первый лед. Поземка, вот, и спортивный Володин Мерседес понесло. И он, я смотрю, в доме под 240, сбоку стоит троллейбус. И он не видит его. И на полной скорости краем вот здесь сидит сетка впереди. Лобоводь сделает невероятную вещь. Он бросает руль, понимая, что уже все равно лобового такого удара не избежать. И хватает отца за голову. И при жутком ударе фактически лобовом, обстоящий троллейбус, отец не вылетает в лобовое стекло. Он его удержал. На наше счастье за нами шла скорая помощь, которую потом они рассказывали. Мы говорим, видим, носит, несется машина, ну вот это какой-то самоубийца такой скорость. И нас быстро в эту машину перегружают, севку меняют. Ситуация была критической. Казалось, все кончено. Сейчас о его зависимости узнают все. На Высоцкого заводят уголовное дело. Впрочем, в милиции поклонники Высоцкого делают все, чтобы смягчить удар и передают дело в товарищеский суд театра на Таганке. Конечно, суд состоялся, положительные, там положительную характеристику дали. И вроде бы все нормально. И тут приходит севка и говорит, что он разговаривал с врачами. И тот сказал под симптоматикой, по той, о которой он рассказывает, что и как, и сколько принимается, и как это все происходит, что у Володи осталось месяца два жизни. Отец в какой-то момент ему сказал, что он не мог смотреть, как ты умираешь. Просто не могу. И он говорит, я не хочу участвовать в убийстве, поэтому Володя я ухожу. Он едва не лишился жизни и потерял лучшего друга. Через две недели после аварии Высоцкий напишет заявление об уходе из своего родного театра. Мотив этого поступка был понятен далеко не всем. В последний год жизни Высоцкого Юрий Любимов, его режиссер, учитель и близкий человек на многое будет закрывать глаза. Однажды он даже сочтет нужным объясниться перед труппой театра. Ну, я навсегда запомнил, как Любимов к этому времени уже может быть перестал ругать Высоцкого, ругал он всех всегда. А с Высоцким уже был помягче, потому что он увидел своими глазами смерть. Потому что у него действительно сердце, он действительно себя заездил и Любимов поразил уж точно меня и моих товарищей тем, что он сказал, что забудьте все свои бесконечные обиды на Высоцкого. Он действительно хотел стать, он был поэт, а это совершенно другое дело, другая нервная система, и поэтому надо беречь его. Вот как бы Смехов и подтвердил это. Я его просто защищал, лечил его, что вы хотите. И часто силой он кричал там, я его все равно сгребал и ввез, чтобы хоть немножко ему продлить жизнь. Но если куда принудительное лечение, но я не мог это делать, я должен был это делать в согласии родителей. Я позвал папашу полковника комиссара и сказал, надо товарищ комиссар или кто он у него был, лечить сына. Знаете, какой я получил ответ? С этим антисоветчиком я никакого дела не имею. Ясно вам? Вам говорил кто-нибудь такие вещи? Вот в том то и дело. В январе 1980-го, за полгода до смерти, Высоцкий напишет заявление о просьбе отпустить его в творческий отпуск. И у него состоит большая встреча, полутора Часовая с Петровичем и он выходит и говорит, ты знаешь, все, я его убедил, слава Богу, у меня как гора сплесь. Мне было так трудно с ним разговаривать, чтобы он понял меня. Я с ним договорился, что я буду играть только Гамлет. Гамлет тяжелая работа была, очень тяжелая. Талант отдается оттуда, а не от наших начальников. Они это понимать не хотят. Он для них какой-то был обормот из подворотни. Это невозможно, чтобы этот какой-то из подворотней хриплы был. Гамлет, принц, что вы делаете? Ну, конечно, я говорю, для меня он хороший. Гамлет, которого я играю, он не думает про то, быть ему или не быть, потому что быть он знает, что хорошо жить, жить надо. Весь этот монолог, это на полном дубле, и я даже иногда, мне кажется, что я не скажу текст весь, что не хватит сил. Быть или не быть? Вот в чем вопрос? Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться? Победить или погибнуть? Умереть, и снуть? У него вопрос появился, кто я, зачем я, и он понимал, что он должен этот вопрос решить не для себя. Он понимал, что никогда никто не напечатает эти стихи, он ничего не увидит, а он садился, умирая, садился и писал. Очень многие стихи просто лежали, ждали неизвестно чего, и они сохранились. Я уверен, что вот эти вот последние годы, вот перед смертью, он сделал что-то, может быть, самое важное в своей жизни. Для себя, но и для нас, для тех, кто живет дальше. Я только малость объясню в стихе, на все я не имею полномочий, я был зачат, как нужно, во грехе, впадую в нервах первой брачной ночи. Я знал, что, отрываясь от земли, чем выжим мы, тем жестче и суровее, я шел спокойно прямо в короли и вел себя наследным принцем крови. Последний период он даже писал просто без музыки. Ну вот, ему не нужно было аккорды, которым он научился. Он же не музыкант. Он поэт, это редкость. Поэтический дар, это же штучный товар. В последний год Высоцкий стремится реализовать себя максимально. Он чувствует, надо спешить, надо успеть сделать то, что прежде откладывал, думая, что в запасе еще есть время. Сценарист Игорь Шевцов предлагает Высоцкому написать песни к фильму «Зеленый фургон» по одноименной повести Александра Казачинского. Высоцкий отвечает, что с удовольствием снял бы эту картину как режиссер. Они вместе начинают работу над сценарием. Высоцкий делает и первые раскадровки. Но он хотел себя проявить в этом, чтобы написать сам он все сделал, но чтобы осталась память какая-то, вот и все. Ну как, ну это инстинкт человека, с таким даром большим. Хотел, чтобы я посмотрел его режиссерский сценарий. Его вдруг смерть вырубила и жизнь, и все. А если бы он прожил еще, то он бы еще был бы на полной катушке кем-то, кого мы не видели. Работа над сценарием затягивалась. И это был отличный повод для чиновников от кинематографии, чтобы приостановить производство фильма. Проводили за год. Приказано не брать. Да и все. Он был не нужен той власти. Ну, ему же не давали, он хотел очень сделать фильм. Потому что тогда я ему говорил, да все равно они тебе не дадут. Травили его, как волки в его замечательной песне «Идет охота на волков». Высоцкий и сам понимал, обратиться напрямую к миллионам поклонников шансов у него практически нет. Тем удивительнее было приглашение принять участие в популярной телепередаче. Извините, я оторвался до экрана. И просто хочется войти к вам в дома не только звуком, с очень плохо перезаписанных пленок, просто телевидение дает возможность войти к вам в гости. Этот выпуск «Кинопанорама» был записан 22 января 80-го года накануне последнего дня рождения Высоцкого. Запись стала событием не только для съемочной группы, но и для всего советского телевидения в целом. Владимир Высоцкий в течение полутора часов пел и делился соображениями по разным поводам с телезрителями. Это должно было стать его первым сольным выступлением на центральном телевидении. Когда я сказал, что хочу его записать, то мне все говорили, ну что ты выдумываешь, все равно тебе все закроют, и он сам даже говорил, а ты что, говорит, думаешь, что это пройдет, что ли, что я тут наговорю? Я говорю, я думаю, что пройдет. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу... Это вот я снимал. Так хорошо помню эту съемку. Да. А он себя плохо чувствовал. Он говорил, что он плохо себя чувствовал. И едва не сошло на востоке. Съемка была сложной. Высоцкий нервничал, часто сбивался во время исполнения песен. Выползел. Да что ты будешь делать? Так, стоп. Извините, у нас, к сожалению, что-то такое не получается, потому что я совершенно пою не ту песню. Ну, я ему говорил, ладно, ничего такого, наверное, просто просудился. Он говорит, да нет, что-то не то, не по себе мне. Порвали парус! Каюз! 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 В общем, пока, конечно, я живу и пока могу двигать рукой, пока думаю, я, безусловно, буду продолжать писать песни. Если мои друзья... Эту запись зрители увидят лишь спустя 7 лет после смерти Высоцкого. В 87-м году, когда этот выпуск Кинопанорамы наконец выйдет в эфир. Да, он мне сказал, ты мне покажешь, что ты, когда смонтируешь, а то я бунт устрою. Я сказал, если ты вырезала, что я, я бы не хотел. Потом он сказал, ладно, не показывай. Я себе надоел, а тебе я верю. Я люблю, и значит, я живу. Всего доброго. Парадокс. В то время, как в Советском Союзе магнитофонные записи Высоцкого были чуть ли не в каждом доме, официальные власти делали вид, что такого певца и поэта нет. Об издании книги стихов не стоило и мечтать. Это все понимали. Ему 40 лет. Я думал, какой же подарок ему сделать? И там ребята, которые собирали его стихи, там все. Перуц собирают из его песен на листах стихи. Я подумал, ну а что мне сделать книгу? И мы с ним, с этим ребятами делаем двухтомник. Я ему вручаю на 40-летие эти две книги. Если бы вы видели его глаза. За 4 месяца до смерти, в апреле 80-го Высоцкий улетает к Марине. В это время она была в Италии на съемках фильма. Они встретились в Венеции. Но мы с самых романтичных мест на Земле. Он рассказывает ей о своей зависимости. Марина организует Высоцкому лечение. В мае 80-го года он ложится в наркологическую клинику в местечке Шарантон под Парижем. Продвинутые на тот момент технологии, сильные врачи и шанс. Один из миллиона, но все-таки шанс. И он ему делают процедуры промывания и все с надеждой на это думают. И вдруг он мне звонит и говорит, Валера, ничего не происходит. Я говорю, как Марина говорит, что там все нормально. Он говорит, нет, ничего не происходит. В мае 80-го года Марина проводила Высоцкого в аэропорт в последний раз за два месяца до смерти. Она продлила ему жизнь. Да. Несомненно. Просто не вышло. Каждый раз, когда она его помещала в клинику, она тут сбегала. Даже очень в Россию ходила. Марина пыталась сделать все, что она могла до тех пор, пока она не сдалась. Это был шанс. Ну да, не вышло. Судьба такая. 2 июля 80-го года состоялась премьера маленьких трагедий. Мы видели ее на озвучании. Мы вместе озвучивали. То есть то, как он сыграл, он видел, конечно, он не видел вот все это чудо, которое потом создалось. Высоцкий маленький трагедии не видел. Он должен был вылететь к своему другу золотодобытчику Вадиму Туманову в тайгу на лечение. К этому моменту уже все понимали. Это действительно последний шанс изменить ход событий, с каждым днем становящихся все страшнее и безнадежнее. А у нас была договоренность, что он попытается улететь. Мы договорились с Тумановым, что он ему в тайге поставит домик, чтобы никого не было, и что Игорь Годяев, такой был медбрат, что ли, он с Клифасовского работал, что он с ним полетит туда и там побудет с ним сколько по ночам. Все считали, что ломка должна пройти, он может выскочить. Так он себя убеждал. Все будет готово. Чемоданы собраны, билеты куплены, но Высоцкий не придет в аэропорт. Ему оставалось жить три недели. Эти кадры впервые на российском телеэкране. Съемка японского телевидения 12 июля 80-го года. Последнее интервью Владимира Высоцкого прямо в гримерке в костюме Свидригайлова. Усталый, больной человек, он даже не пытается улыбаться. А просто я думаю, что интонация вот эта вот возможность беседовать в песне со зрителями, причем всерьез с доверием и с уверенностью в том, что их беспокоят те же проблемы, что и меня. В июле 80-го меры безопасности, принятые в Москве в связи с проведением Олимпиады, включали в себя жесткий контроль буквально во всех сферах жизни, в том числе в больницах и аптеках. Мы смотрели в этот день Олимпиаду. По-моему, открытие. Это мы были с бабушкой. И у него был цветной телевизор, она вот так придумала, что вот мы будем сидеть, смотреть, что вот нам будет весел такой семейный ужин. Не очень получилось. А я сидел на диване, где мы смотрели телевизор, и он говорит, я уйду. Он так попрощался, и он посмотрел, и этот взгляд запомнил на всю жизнь. Это был не страх смерти. Это была такая усталость. Съемка 18 июля 80-го года за неделю до смерти Русоцкого. Последний выход на сцену в роли Гамлета. Сегодня мы достоверно знаем, что происходило за кулисами в те мгновения. То, что не попало в объектив в кинокамеры. Я сбегаю за кулисом, он такой бедный, Володя, ну сделай что-нибудь, сделай, я умираю. Я звоню Федотову, я говорю, Толенька, родной ему, ну приезжай, ему совсем плохо, ему так плохо, что просто невозможно. Толя, как всегда, говорит, я могу только одно так же сблифовать. Он говорит, Гадяеву, привези витамины. Ему вкалывают, он практически не все там на сцене, и он на 15 минут обманутый тем, это потом мне объясняли, он обманутый этим, начинает играть. Проходит 15 минут, он скисает совсем. И так делали несколько раз. И вот начиная с 18-го числа, в 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 23-е, 24-е, 24-е, вот неделя начинается агония. И в эти 7 дней он ни на секунду не ложился. Он все 7 дней так хватит меня, начинает покомить, агония. Значит, он не мог, он ляжет, скочит опять, все, уже Федотов пришел, значит, простенью так обвязал ему руки, чтобы он не не вскакивал, уже, чтобы он хоть что-то отдохнул. Вот последние дни, практически, мама Нины Максимовны, я скажу, сейчас скажу, вещь, она стопроцентная по своей правде, но она жестокая, она сказала там последний, ну что ли, забрал бы, что ли, он его, Господи. Сосед Высоцкого по дому на Малой Грузинской, режиссер Александр Мета одним из первых узнал о смерти Высоцкого. Пять утра я проснулся от того, что кто-то кричал, Володя умер. Я побежал, вообще-то мне что-то показалось, что это приснилось, не приснилось, так сказать. И ребята, которые там с ним были в квартире, они сказали, Володя умер. Он знал, он в этот день знал, что он умрет. Вот в этот день, 25-го числа, и он 24-го, он сказал, он умер 25-го рано утром, он просто сказал людям, что все, сегодня все. Он это знал. Он с этим жил. Он не смог вырваться. Она его догнала, наркота, и убила его. Он искал, искал ответ на какой-то, вот я не знаю, самый важный вопрос. Что, в чем, в чем есть смысл жизни? Я думаю, и он понял, и мы все понимаем, что, в чем, в чем, в чем этот смысл. Реализовать себя, да, сделать, выполнить то, что ты должен на этой земле выполнить. Что бы это ни было, кто-то построить дом, кто-то посадить дерево, там, кто-то быть солдатом, а кто-то, вот как антенна, да, которые ловят какие-то сигналы, которые есть в эфире. Поймать именно то, что нужно, поймать, озвучить, и все, и можно уходить. Я хотел бы задать себе этот вопрос, вернее, знать на него, сколько мне еще осталось лет, месяцев, недель, дней, часов. Один год. Ответ, который подчинил себе каждое его слово и каждый его шаг до последнего дня. Ответ, который Владимир Высоцкий узнал еще в Бухаре. Он попросил меня идти медленнее, потому что я торопился, но когда я на него посмотрел, я почувствовал в нем слабость, но чувствую, что он болеет, я же знал, что он чуть болеет, но все равно я чувствовал в нем какую-то волю, такой, он так хотел посмотреть город. Вот мы подходили к этому дереву или 700 лет, или 600 лет, но это очень старое дерево. Я еще помню, он подошел, вот так дерево, руку проложил к этому дереву, как что-то такому святому, так, и мягко так сказал, надо же, столько лет они живут, а вот люди не живут столько, мало живут. И вот какое-то сожаление, какое-то самое, и вот так вот и просто сказал, пойдемте дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА